Глубоко уважаемый Смей Вангомедович, глубоко уважаемые коллеги, наша кафедра и вся наша Академия непрерывного профессионального образования неразрывно связана, конечно, с больницей. Мы любим всех вас, мы стараемся всегда быть членами вашего коллектива, и для нас все равно, где получать зарплату, потому что мы себя считаем членами этого единого коллектива. Поэтому нам бы сегодня хотелось, поскольку присутствуют врачи, не только педиатры, все-таки начать метаболическое программирование, и у нас есть с Майором Миколаевичем мечта провести все-таки такое крупномасштабное исследование и оценить состояние физического развития всех детей, которые поступают и выходят из нашей больницы. Подобное исследование проводилось в Европе для того, чтобы все-таки знать, какова частота дефицита, избыточность массы, что происходит в больнице, потому что, конечно, само пребывание в больнице так или иначе накладывает отпечаток на параметры, прежде всего, веса ребенка, и нередко это не в лучшую сторону, особенно детки, которые находятся долго и которые особенно были травмированы. Поэтому на сегодняшний день масса новых фантастических данных о влиянии питания на здоровье человека, поэтому мы еще раз напоминаем всем о том, что первые тысячи дней жизни – это важнейший момент, поскольку, вот ведь действительно уникальные вещи, 270 дней – это тогда, когда он находится в утробе, и еще 730 – первые два года жизни. Поэтому вот на самом деле ровно тысячи дней, да, это отражает тот период, когда он находится в утробе и первые два года жизни. Ну вот почему так важны эти первые тысячи дней? На сегодняшний день, ну вот здесь я нарисовала, показала вам такую метаболическую траекторию, считается, что она устанавливается в младенчестве и оказывает влияние долговременное на всю человеческую жизнь. Ну вот всегда считалось, что наследственность определяет здоровье человека на 20%, а образ жизни и питания – 80%. Правда, на сегодняшний день опубликовано новое фантастическое исследование, которое сопоставили 2748 клинических исследований с участием 14,5 миллионов пар близнецов. И все-таки показалось, что да, генетика – 49%, а 51% – образ жизни. Поэтому это более уточненные данные. Ну вот в последние годы вы много слышите о понятии эпигенетика. То есть генетика изучает процессы, которые приводят к изменениям в генах, а эпигенетика исследует изменение активности этих генов. При этом структура ДНК остается прежней. Поэтому мне очень понравились слова Питера Медовару, который, Нобелевский ухуриат, который в свое время написал, «Генетика предполагает, а эпигенетика располагает». Поэтому вот его фраза дословно о том, что наши клетки обладают памятью. Они помнят не только то, что вы обычно едите на завтрак, но и тем, что читались во время беременности, ваша мама и бабушка занимались ли вы спортом и как часто употребляли алкоголь. Клеточная память решает, будете ли вы склонны к ожирению, к депрессиям. Но и во многом благодаря клеточной памяти мы не похожи на шимпанзе. Ну вот, коллеги, посмотрите. В данном случае масса картинок таких есть в публикациях о том, как мышки растут, как из мышек появляются более толстые особи или сохраняют свою стройность. Ну вот в данном случае здесь изображены мышки-аготи, которые имеют стройный ген, который определяет желтую окраску и риск ожирения. И вот на самом деле прием определенных витаминно-минеральных комплексов во время беременности может, в общем-то, нейтрализовать экспрессию определенных генов. Поэтому здесь очень важно, почему есть такая наука перинатологии. То есть можно что-то сделать уже во внутриутробный период. Ну все знают про роль фолиевой кислоты. А я хотела бы несколько слов сказать о витамине Т, потому что на сегодняшний день вы можете гордиться нашей кафедрой, потому что мы инициировали создание национальной программы по недостаточности витамина Т и, в принципе, вывели вот эту проблему на мировой уровень. На сегодняшний день наши фамилии встречаются. Мы вошли в международный консенсус по витамину Т. И на сегодняшний день наша национальная программа начала цитироваться во всем мире. Поэтому вот поскольку мы поняли, что мы совершили непростительную ошибку и совершенно забыли про новорожденных, вот на сегодняшний день мы объединились уже с акушерным гинекологом, пошли дальше. И видите, Российское общество акушеров-гинекологов, Российская ассоциация эндокринологов, Союз педиатров России и Ассоциация по изучению витамина Т, которая создана нами и в состав которой вошла в международную ассоциацию и плутовский президент приезжает к нам 5 сентября. И наша ассоциация педиатров, в общем-то, вот продолжили тот национальный проект, который касался пока детей с первого месяца жизни. Почему? А потому что почему стали обращать внимание на витамин Д во внутриутробном периоде и в момент рождения? Ну, поскольку четко известно эпигенетическое влияние витамина Д в разные возрастные периоды. И вот что касается эффектов витамина Д у новорожденных, то есть краткосрочные и долгосрочные. Ну вот на сегодняшний день нам очень хочется более активно начать взаимодействовать с нашими замечательными отделениями ноонатальными и с отделением реанимации, потому что мы тоже любим всех тех, кто работает, потому что очень важно учитывать обеспеченность витамина Д именно в этом возрасте. И нас хочется влюбить наших ноонатологов в эту проблему, потому что есть краткосрочные эффекты. Ну, например, вы все прекрасно знаете о том, что ребенок инфицирован, а от того, реализует он инфекцию в внутриутробный период или не реализует, зависит также от обеспеченности витамином Д. И вот на сегодняшний день есть четкие данные о краткосрочных, острых последствиях недостаточности витамина Д у новорожденных. Ну, что касается матерей, то это чаще у них проэклампсия, преждевременные роды, низкий вес при рождении, меньшая длина тела при рождении, меньшая окружность головы, меньшая окружность грудной клетки, больше риск частоты развития БЛД, больше риск развития НЭК и больше риск развития инфекции. Ну, а что касается отсроченных последствий, то это больше риск кардиомелопатии, нам хочется влюбить наших уважаемых кардиологов, аутизм, атопический дерматит, астма, сахарный диабет. Поэтому на сегодняшний день витамин Д не является витамином, он является мощным прегормоном, который влияет на, в принципе, на жизнь. Поэтому мы начали новый проект, это проект, касающийся новорожденных, он проводится уже в четырех регионах России, мы поддерживаем старые все идеи, то есть север, центр и юг, да, и вот на сегодняшний день мы очень благодарны компании Агрихин, которая все эти годы поддерживала нашу науку, потому что исследования дорогостоящие, можно гордиться, потому что оно, в общем-то, педагоги считают, что все было рассчитано изначально математически правильно, и можно судить по, экстраполировать данные на всю нашу огромную родину. Поэтому мы говорим о том, что питание ребенка в раннем возрасте программирует особенности метаболизма на протяжении всей последующей жизни человека, поэтому основоположником на сегодняшний день этой идеи пищевого программирования можно четко назвать Батиста Ламарко, который придумал закон наследования приобретенных признаков, дальше был такой скромный ученый из ГДР, Гюнтер Дернер, который не оставил даже фотографий в интернете, как бы мы их ни искали, но вот он придумал первую концепцию перинатального программирования. Начиная с 91-го года, вот это на английский педиатр Алан Лукас, он эту уже более ярко озвучил концепцию программирования питанием. Идея такая, что питание ребенка в раннем возрасте программирует его дальнейшее здоровье. Ну и все это дальше очень было так здорово подсчитано на основании гипотезы Дэвида Баркера, который прежде всего, проанализировав результаты вскрытия 15, более 15 тысяч мужчин и женщин, которые погибли от естественных причин, они были рождены между 1911-30 годами, то есть известна была причина смерти, и самое главное были данные о том, с какой массой они родились. И оказалось, что если и мужчины, и женщины родились с массой меньше, чем 2,5 килограмма, они достоверно чаще умирали от атеросклероза, от гипертонической болезни и сахарного диабета. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем о том, что питание человека внутриутробное, о том, с какой массой родилось, приводит в большей мере к риску метаболического синдрома атеросклероза, гипертонической болезни. Ну, очень важно, конечно, недостаточное питание и во время беременности. Ну, на сегодняшний день такие две модели, которые используют мир для научных исследований, это модель голландского голода, которая была спровоцирована во времена Второй мировой войны зимой 44-45 годов. В течение этого периода, в общем-то, был четко определен период голода, официальные рационы питания были задокументированы, это было 600 калорий, подсчитано, что родилось 2414 детей, оценивало состояние здоровья их в последующем, уже в 96-м году, и оказалось, что все те детки, которые родились в Голландии именно в этот период, они отличались низким ростом, ну, вы знаете, что для голландцев это вообще не характерно, они в большей мере страдали болезни сердца и сосудов, диабетом и ожирением. Поэтому Бастер Хеймонс, молекулярный эпидемиолог в Нидерландах и знаменитый Лейбинский межтец, с которым мы дружим, он провел генетический анализ, переживших голодную зиму, и оказалось, что даже через 60 лет он обнаружил характерные особенности в модели метилирования ДНК у этих людей. Поэтому на сегодняшний день было четко показано о том, что они имеют вот рацион, ведь у них было всего 667 калорий, и оказалось, что метилирование инсулиноподобного факта роста оставалось стабильным на протяжении жизни в последующем, и в принципе вы видите, насколько чаще они страдали риском метаболического синдрома и ассоциированных с ним болезней. Поэтому очень важно, чтобы не было голода искусственно, потому что многие женщины по недоумию садятся на диету во время беременности. И вот эти знаменитые 600 калорий, которые начинают ограничиться. Поэтому дефицит массы при рождении, вот особенно звуру, мы же понимаем, что наиболее опасен звуру, напасть, не даже чем дефицит массы у недоношенных детей, заставляет изменять гены, это стратегия подготовки к выживанию, и в принципе это в будущем отражается на их, в принципе, состоянии здоровья. Поэтому сформулирована как бы гипотеза экономного генотипа о том, что внутриутробная задержка роста, она может в будущем приводить к развитию метаболического синдрома. То есть увеличивается доля висцеральной жировой ткани, формируется инсулинорезистентность, появляется повышенный аппетит, снижается расход энергии, повышенное формирование жировой ткани. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что те детки, которые родились со звором, им надо уделять внимание практически всем, врачам всех специальностей, потому что они нас могут подвести. Поэтому педиатры известны тем, что они фактически, собирая анамнез даже до уже 18 лет, они всегда интересуются, какой массы ты родился. Поэтому мы понимаем, что страдают целый ряд органов и систем. Посмотрите, почки страдают, уменьшается число главиров, страдают поджелудочные железа, эндотелий сосудов, продукции ферментов. А вот вам последствия. Артериальная гипертензия, диабет второго типа, ожирение и ранее формирование. Атеросклероза. Поэтому специалисты вывели формулу, что если ребёночек родился со звором, то жди метаболический синдром в два раза чаще, вне зависимости от массы родителей, жди ишемическую болезнь сердца, достаточно рано, не её проявление, гипертоническая болезнь, четыре раза чаще, нарушение мозгового кровообращения, в три раза чаще диабет второго типа, и риск смерти в молодом возрасте от болезни сердца и сосудов, в полтора раза чаще. А вот потрясающий метаанализ. Посмотрите, 14 исследований, которые собирают с 1966 по 2005 годы, отобрали только все те, которые соответствовали всем критериям хороших клинических исследований. 132 тысячи пациентов. Было чётко доказано, что низкая масса при рождении, меньше чем 2,5 килограмма, чётко повышает риск развития ожирения. Точно так же, как и увеличение массы при рождении более 4 килограмм. Но мы понимаем, что избыточное питание матери во время беременности тоже неблагоприятное воздействие оказывает, и, в принципе, инсулинорезистентность доказана на этих плодов, она уже повышается, в общем-то, с внутриутробного периода. Но мы понимаем, что не только эти факторы влияют на ожирение. Вот опять очередной мета-анализ, который сделан в 2015 году. Посмотрите, ожирение матери до беременности, чрезмерный набор массы при беременности, курение во время беременности. Ну, в этом плане наши больницы молодцы борются с курением. Я думаю, что, ну, кафедра наша никогда никто не курил, да? Я думаю, что количество сотрудников больницы, которых теперь надо выбежать за ворота, уже резко уменьшает, да? Поэтому мы чему очень рады. Обратите внимание, низкий статус витамина D. Ну, влюбитесь в витамин D. Вы увидите, что количество часто болеющих детей, которых вы наблюдаете, ну, существенно сократится. Это же без всякой химии, коллеги. Это естественный фактор. Ну, мы с вами живем в зоне дефицита витамина D. Ну, в нашей стране, в Москве, 53 солнечных дня в году. Ну, влюбитесь в эту проблему. Ну, почаще вы смотрите статус витамина D, и вашим деткам будет лучше. Обратите внимание, конечно, короткий период грудного вскармлива. Поэтому мы должны понимать, что адипогенез начинается в фитальном, раннем и постнотальном периоде. И дальше мы, конечно, понимаем, что это замкнутый круг. То есть метаболический ответ, да? Высокий уровень глюкозы, ускорение синтеза лептина и дальше в виде гиперинсулиномии и гликомии. Поэтому, ну, ведь и четко доказано о том, что детки, родившиеся от матерей с ожирением, имеют меньшую продолжительность жизни. И, конечно, все эти эндокринно-метаболические сдвиги, они уже начинаются внутриутробно. А вот, коллеги, посмотрите, ведь новые данные о том, что первые микробы в кишке плода появляются на десятой неделе внутриутробного периода. И вот потрясающая картинка. Посмотрите, мама абсолютно здорова. Мама, имеющая метаболический синдром. Мы предсказуемо, да, в первом варианте ребёнок здоровый, нижняя картинка ребёнок, который уже начинает иметь признаки ожирения. Да, мы всегда имеем объяснение. Да, генетика, диванный образ жизни, да, переедание. Но, дорогие коллеги, посмотрите, мама передаёт во время беременности или не передаёт определённые микробы? И на сегодняшний день чётко доказано, что один микроб известен. Микроб анкинмансия. Оказывается, мама не передаёт анкинмансия. В результате этого ребёнка развивается ожирение. Обратите внимание, коллеги кафедры, вы можете гордиться, мы сейчас проводим целый ряд научных исследований с помощью секвенирования РНК, да, то есть самые последние исследования по микробиому и грудное молоко. Мы изучаем микробиом фекалии у детей новорождённых. Посмотрите. Ну, амниотическую жидкость нам, конечно, не удастся посмотреть, но вот посмотрите, мы же понимаем, что амниотическая жидкость нестерильна. Смотрите, плацента нестерильна. Молозива, молозива. И вот сравнивая микробиом амниотической жидкости, плацента и молозива, мы видим некое сходство, да? То есть уже формирование микробиома началось внутриутробно, продолжается в момент родов, а дальше, конечно, очень важно, чтобы было грудное молоко. Мы понимаем, что грудное молоко нестерильно. В грудном молоке обнаружено 700 видов микробов. В молоке конкретно женщины до 18 микроорганизмов. Да, количество их не очень большое, поэтому для исследования молока мы нашли только одну лабораторию, которая имеет секвенатор последнего поколения, который может найти эти небольшое количество микробов в грудном молоке. На сегодняшний день учёные, конечно, изучают, насколько те бактерии, которые есть обнаружены в кишке плода, насколько они соответствуют маме. Ну и здесь, конечно, мы понимаем, что не всегда мама является источником на 100%, поэтому, да, конечно, и материнские микробиоты, и окружающая среда формируют микробиоту ребёнка. Но вот самое интересное, последние работы, которые нашли, что мамины бактерии были стабильны и, в принципе, в течение первого года жизни. Чужие, которые они хватали, они, в общем-то, быстро заменялись к возрасту приблизительно одного года. Поэтому на сегодняшний день кесарево сечение, должна быть борьба против кесарево сечения на всех уровнях, потому что появляются мамочки-дурочки, у которых есть богатые папаши, да, ну я имею в виду мужья, которые готовы вот за ваши деньги всё, что можно оплатить. Вот буквально у меня есть одна семья замечательная, она уже два раза, я очень благодарна нашему грудному отделению за то, что они их очень хорошо полечили. Я лечу это семейство, это папину семью, да, ещё от первого брака, теперь уже вторую. Но папа в своё время помог и нашей замечательной аспирантке Пшеничниковой, и он купил на один миллион из благодворительных целей всё оборудование, на фоне чего она сделала свою уникальную диссертацию. И мы рады, что она помогает и не игрой, да, не является как советником. Поэтому вот история оттуда длится. То есть папа нам помог. Поэтому мы вынуждены этого ребёнка, уже новую семью. Я с самого начала им говорила о том, что вот у вас очень высокий риск аллергии, потому что у Миши астма, у двоих детей, у двоих детей от первого брака бронхиальная астма, рождается малыш. Поехали они рожать его в Соединённые Штаты Америки. Ну и что, и сразу говорили на Кесарева. Она абсолютно здоровая девушка, 27 лет, кесарево сечение. В месячном возрасте, с рождения, тяжелейшие проявления аллергии пришлось Иша, только единственная смесь с грудной молоком не подходила. Иша уже привезли смесь, да, в первый месяц он с тяжелейшей обструкцией попал в нашу больницу, через месяц опять. Вот вам манифестация бронхиальной астмы всего атопического марша с самого начала. А если бы не было Кесарева, может быть, этого бы и не произошло. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что вот в момент кесарево сечения основную массу микробов ребёнок получает. То есть вот это обсеменение мамиными микробами в момент рода приводит к переключению иммунной системы с ТН2 на этих человек. Поэтому на сегодняшний день, общаясь с родителями, с их первыми, да, то есть с планируемой беременностью, обязательно, если есть возможность, надо избегать Кесарева сечения. Поэтому, да, не все микробы получают ребёнок мамины, часть других, но самое главное, большинство исследований показывают о том, что мамины микробы становятся своими. Самое главное, что мамины микробы знают тот код порой для того, чтобы проникнуть внутрь биоплёнки. Чужие бактерии никогда своими не становятся. Поэтому не ясно пока, почему материнские штаммы являются более стабильными. Возможным объяснением является само грудное молоко, вот замечательного легосахарита грудного молока, да, и молока, который содержит иммуноглокулины. Ну вот, что есть нового в мире? Ну, мы давно ждали этот пробиотик для мам. Это первый пробиотик для мам, который выделен. Здесь лактопоцилис гиридитом, да, препарат называется лактанза. Поэтому на сегодняшний день мы его давно ждали. Что же можно сделать, чтобы профилактировать развитие лактостаза и мастита? То есть есть к нам приезжал недавно учёный из Испании. На самом деле в Испании, в Гранаде, в Валенсии есть мощный вузов, в котором стоят мощные секвенаторы. На сегодняшний день очень большое количество научных работ по грудному молоку идут как раз из Испании. Но мы познакомились с испанскими учёными. Доктор Адрис нам прислал две статьи в наши журналы, и мы давно ждали этот пробиотик. Хорошо, что он появился. Он как бы специальный штамм лактопоцилис гиридитом, выделен из грудного молока, получил все сертификаты, свидетельствующие о безопасности. Видите, вот как бы университет из Мадрида изучал. То есть изучались 10 лет различные штаммы лактопоцилис, и было выявлено, что один из них оказывает наибольшее воздействие, обладает природной тропностью к тканям груди. Поэтому на сегодняшний день показано, что приём мамы данного пробиотика, особенно первые месяцы жизни, когда вы знаете, что у неё лактостаз, то риск мастита, травма сосков, то есть приводит к тому, что минимизируется риск развития мастита, соответственно, и лактостаза у женщин. Поэтому на сегодняшний день большое количество клинических исследований. Ну и мы начинаем наше первое в России исследование как раз по профилактике мастита с помощью данного пробиотика. Поэтому, ну вот, изучается, как мы попадаем в молочную железу. То есть здесь раз масса исследований, ну всё это с участием дендритных клеток, да, и, в общем-то, показывает, что данный штамм наиболее стабильный и оказывает положительный эффект. На сегодняшний день масса работ о том, что микробиота грудного молока зависит от гистанционного возраста. Вот, посмотрите, женщина домашнего ребёночка, женщина недомашнего. Количество бифидобактерий, в принципе, разное. На сегодняшний день кафедра проводит несколько научных исследований, касающихся вредных последствий гестревосечения. И вот, коллеги, уникальные данные. Не наши, это Кабреро Рубио из Испании. Посмотрите, микробиота молока, рождённая женщиной естественным путём. Микробиота молока, рождённого путём экстренного гестревосечения. Мы понимаем, что экстренное гестрево-экстренное, оно несёт все риски, связанные с необходимостью проведения этого гестревосечения, прежде всего гипоксии. Но микробиота-то там, где роды проведены путём экстренного гестревосечения, оказалась близка к тому, что при естественных родах. А вот вам плановое гестревосечение, которое сделано ко дню рождения бабушки или к религиозному празднику, чтобы назвать, да, Николаем, или к дежурству доктора. То есть оказалось, на сегодняшний день весь мир пытается сделать экстренное сечение, плановое, в момент наступления родов. Потому что стресс, который испытывает женщина в момент родов, он помогает, даже влияет и на формирование микробиота. Ну, здесь представлен состав микробиота грудного молока, молозива, первый месяц жизни, шестой месяц. Мы видим, что, в принципе, оно всё время меняется. А вот вам женщина, с которой не страдают аллергии, у неё самый высокий уровень бифидобактерий. А там, где она страдает наследственной аллергии, там бифидобактерий меньше. Женщина, страдающая ожирением, у неё хуже подсостава грудного молока, опять в плане содержания бифидобактерий. Безусловно, состав микробиота грудного молока зависит от места проживания. И вы видите, финские женщины, испанские имеют абсолютно другую микробиоту. На сегодняшний день установлено, что в грудном молоке есть свой никобиом. То есть в грудном молоке присутствует до 10 видов грибов. Всё, что я говорю, основано на новых генетических методах исследования. И вы видите, вот они, грибы, светятся в грудном молоке. Да, количество их меняется в зависимости от того, оно молозивое, или это переходное, или зрелое грудное молоко. А вот вам 10 видов грибов, которые присутствуют в образцах грудного молока. Но часть из них, видите, целый ряд. Ну, мы понимаем, что грудное молоко, оно снижает риск развития онкологических заболеваний. Коллеги, время пришло такое, что мы насобирали много факторов риска. Мы каждый день любого ребёнка, который мы смотрим, мы должны мыслить, а нет ли у него онкологии. Очень жёстко взялись за тех врачей, которые пропустили онкологические заболевания. Мы с Андреем Леонидовичем были свидетелями той неприятной ситуации, которая служила в городе Челябинске, когда всех врачей, ну, в городе Челябинске за один месяц умерло четверо детей в регионе, которым не поставлен был диагноз при жизни онкологического заболевания. В среду был издан приказ Минздраву, в субботу всех врачей города засадили в зал на экзамен, в 8 утра был экзамен, дальше прочли 3 лекции, в 2 часа был новый экзамен. А дальше все те, кто прикасался к этим детям и не поставил диагноз, поехали в Москву на сдачу аккредитации. Ну, вот Андрей Леонидович сейчас проводил экзамен первые наших 11 врачей, которые у нас проходили первичку, Исмаил Магомедович был председателем нашей экзаменационной комиссии. Они вам подробно расскажут, что это такое, и через 5 лет каждый будет проходить через подобный аккредитационный экзамен. Тогда я думаю, что залы будут забиты, все сайты будут изучаться день и ночь для того, чтобы сдать эти экзамены. Сейчас еще до сих пор загнать не всегда возможно на конференцию, поэтому будут прочитаны все журналы, потому что журналы, сбежав стопками, никто их не читает. Поэтому время меняется, все ужесточается, поэтому каждый ребенок, которым вы смотрите, должна быть мысль, а нет ли у него онкологии. Раньше мы думали, ну, это как бы вот еще и не взрослые, да, и риск минимум. Уважаемые коллеги, поэтому грудное молоко оказывает протективное действие в плане защиты от онкологии, есть масса метаанализов, и на сегодняшний день замечает ему лактоферину, который мы давно-давно ждали, вновь уделяется колоссальное внимание в плане антиканцерогенных свойств. Он есть, этот белок в грудном молоке, вы его знали как белок, который влияет на абсурбцию железа, но на сегодняшний день четко доказано, что лактоферин индуцирует апоптос, да, запрограммированную гибель клетки, и, в общем-то, большинство исследований доказывает, что у него есть масса антиканцерогенных эффектов. Коллеги, в грудном молоке есть замечательный комплекс, который называется Гамлет или Хамлет, да, человеческий альфа-лактоальбумин, который, в общем-то, то же самое усиливает апоптос, и вот уникальная картинка, здесь изображён апоптос под влиянием раковых клеток, под влиянием комплекса этого Хамлет, оказалось, что этот комплекс способен нейтрализовать до 40 разновидностей раковых клеток. Поэтому всеми силами надо стремиться сохранять грудное молоко, потому что вы видите, что масса данных о том, как накапливается этот комплекс в ядрах опухолевых клеток, и не случайно в Соединённых Штатах Америки через специальные сайты пациенты онкологически покупают грудное молоко для лечения себя, да, в дополнение к любой другой терапии. Стоит грудное молочко 100 американских долларов за литр грудного молока. И вот, коллеги, покажу вам уникальные картинки о том, как, ну, здесь показано, как эти клеточки светятся, да, всё это доказывает. Вот, смотрите, вводят, инстиллируют комплекс «Хамлетт» в данном случае в мозговую ткань крыс вот с глеем, вот этой опухоли нехорошей, да, которую все слышали, глеопластома. И вот, смотрите, на глазах размеры этой опухоли начинают уменьшаться. Поэтому вот новые данные о том, что грудное молоко, в принципе, обладает мощными, протективными свойствами, ну, и новый космос в грудном молоке обнаружены стволовые клетки. Обнаружены они были двумя австралийскими учёными, доктором Питером Хартманом и Марком Крэганом, которые впервые доложили, сделали свой фантастический доклад в 2008 году. Эта группа учёных проживает в Австралии. Наш центр под Кулакова, под руководством Сухих, тут же организовали 17-ю лабораторию, в центре имени Кулакова по изучению стволовых клеток, и уже проведены первые исследования. Что делают стволовые клетки? Стволовые клетки могут выстроить новые ткани. Вот, коллеги, ребёнок родился, мы видим кисту, он поражён в результате гипоксии. Мама страдает, да? Мы понимаем, что, в общем-то, исходы бывают разные, но бывают, в принципе, неплохие. Что маму надо заставлять? Маму надо заставлять кормить грудь. То есть прекратить рыдать, сохранять грудное молоко, потому что есть данные о том, что, возможно, те стволовые клетки грудного молока, ну, я условно утрирую, да, попадают в мозговую ткань и будут способны, как бы, опять восстановление этой мозговой ткани. Могут быть, побочные явления могут быть всё-таки каким-то образом нивелированы. Поэтому на сегодняшний день чётко доказано, что стволовые клетки, они дифференцируются, способны росту определённой ткани. Кстати, в мире первый опыт стволовые клетки, замороженной мамином молока, через несколько лет, когда женщина заболела диабетом первого типа, ей ввели её уже стволовые клетки, и у неё полная ремиссия диабета первого типа. В Москве стволовые клетки грудного молока ввели, ну, естественно, с разрешением и по желанию родителям, трём деткам, которые реализовали сахарный диабет первого типа с полным регрессом диабета первого типа. Это первая экспериментальная работа. Поэтому на сегодняшний день огромное количество клеток есть в женском молоке. Да, и мы можем говорить с вами о том, что эти клетки нужны не только ребёночку, эти клетки нужны и маме, да, для того, чтобы защитить её от развития маститы, потому что грудное молоко, как мы поняли, кишит микробами, в грудном молоке огромное количество факторов роста этих микробов, а от того, реализуется мастит или не реализуется, зависит ещё от иммунных клеток маминого молока. Ну, и новое, новый космос, да, о том, что появились, обнаружены в грудном молоке с помощью новых методов исследования, вот эти экзосомы, это наноструктуры, которые транспортируют информацию, биоактивность внутри клеток и между ними, это ещё дополнительное влияние на иммунные системы, это дополнительное влияние на рост эпителии в кишечнике для преодолевания, для возможности преодолеть морфофункциональную незрелость, ну, и, в общем-то, снижают риск развития аллергии. Поэтому, посмотрите, с помощью новых генетических исследований удаётся уточнить структуру, да, вот таких сложных экзосом грудного молока. Ну, безусловно, во врождённом формировании врождённого иммунного ответа величайшая роль грудного молока, мы на сегодняшний день говорим о тол-лайп подобных рецепторов, которые первыми реагируют на активацию их развития инфекции. Ну, и список этих биоактивных белков в грудном молоке, безусловно, можно продолжить. Ну, безусловно, в грудном молоке есть витамины, всё это зависит от того, как мама питается. И вот сегодня я много говорила о грудном молоке, и самое интересное, что его же никогда никто не сможет создать, потому что количество этих факторов меняется с каждым днём с утра до вечера, от начала к концу лактации, разные возрастные периоды, зимой, зависит от разных факторов. И когда всё это вместе действует, мы говорим об оркестре, то есть есть понятие оркестра грудного молока. Вы знаете, что всё начинается с дирижёра и с первой скрипки, поэтому точно так же в грудном молоке это оркестр. Ну, вот, конечно, на сегодняшний день, я помню, первые мои поездки в Таджикистан, в Таджикистан и Узбекистан, где, ну, руководство, которое получало деньги от ЮНИСЕФ, они боролись против смеси, и у них была дикость. Либо грудь, либо коровье молоко. Нам просто рот закрывали, нам нельзя было, мы читали лекции про англии, мы читали про рахит, но коллеги, это же дикость, они говорили, кормить разведениями коровьего молока, но это дикость. Ну, бывают ситуации, но нету молока. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что ребёнок, конечно, не умрёт. И то развитие, фантастическое, в плане изучения грудного молока, все обязаны, конечно, питательным компаниям, которые глубоко изучают, каждая компания занимается своими проблемами, и вдруг новая, да, фантастика, ещё болеешее приближение к грудному молоку. Ну, вот, когда добавляются какие-то компоненты в грудное молоко, мы понимаем, что первый фактор не должны быть в грудном молоке. Они должны быть, оказывать действительно влияние на организм. И доказательство должно быть доказано в клинических следах. Все эти добавки должны быть безопасны. Не дай бог, чтобы попало к ГМО. Да, они не должны быть аллергенны. Хотя иногда старую смесь ребёнок ел, добавили всего в маленькую какую-то часть, они начали реагировать с аллергией. То есть это бывает. Конечно, изучаются доступные источники. Очень важно понимать, что любая добавка, вот эта космическая, она, естественно, дорожает продукт. Ну, и, конечно, сегодняшний день весь мир понял о том, что нельзя покормить и коровьим молоком, козьим молоком натуральный, нельзя кормить, давать рано творог. Помните, когда, ведь ещё совсем недавно новорождённым давали творог в качестве коррекции дефицита белка, сливочки для коррекции жира, то есть всё это и сахарный сиропчик давали для коррекции углеводного компонента. Всё это ушло в небытие. И, конечно, сегодняшний день вот буквально, коллеги, надо почитывать сайт врачей РФ. Всё-таки там очень много новинок. Каждый день надо читать то, что вам присылают, подпишитесь. Вот буквально на днях маленькая заметка, что мама-дурочка кормила сливками сухими, и ребёнок умер. Вот он просто умер, потому что у него выражено нарушение метаболизма. Поэтому мы видели случай, когда ребёнок был вспомин сливками из Леонорского завода, который мама воровала, она работала там, и всё лучшее детям, да, то есть там было неимоверное ожирение. Поэтому на сегодняшний день чётко понятно, что ожирение связано не с избыточным содержанием жира в еде, а с избыточным содержанием белка. Поэтому в компании проводят огромное количество исследований, и на сегодняшний день уникальный белок, да, опти-про есть у компании на СТЛЕ, которая первой доказала, что самое минимальное количество белка, да, и это снижает риск развития ожирения. Ну, цифры верхних границ всё-таки лучше, как бы для детей первого полугодия жизни, не 1,7, а 1,4. Что касается протеома грудного молока, обнаружены в последние данные 285 различных белков в женском молоке. Поэтому, безусловно, рекомбинатные белки это совсем новые, но производства их дорого, и пока их нет, но они изучаются. Поэтому на сегодняшний день микро-РНК обнаружено в грудном молоке, да, доказано, что они тоже влияют на иммунитет, но пока их смесик ещё в ближайшее время не предвидится. Поэтому, видите, изучается концентрация микро-РНК в разных фракциях грудного молока. Но, тем не менее, есть жёсткие законы в кодексе Алиментарис, в России это технический регламен, поэтому я уже говорила о том, что нижняя граница это 1,2. Что касается нуклеотидов, ну, нуклеотиды обязательно должны быть смеси, сейчас они практически у всех есть. Австралийцы сделали такой эксперимент, они добавили нуклеотиды по принципу чем больше, тем лучше. Оказалось, что дети стали чаще болеть, поэтому на сегодняшний день все компании нуклеотиды уменьшили, обычно один к одному, но все четыре нуклеотида добавлены в смеси. На самом деле кафедра была первой в России, которая изучала, была целая диссертационная работа по влиянию нуклеотидов, мы это делали с микробиологом, покойным профессором Воробьевым, академиком Воробьевым, ну и, в общем-то, чутко тоже доказали о том, что бифидогенное действие оказывает нуклеотиды, введенные в смеси. На сегодняшний день чутко доказано влияние на микробиоту, но обсуждается влияние на иммунитет. Ну и, конечно, коллеги, последние 2-3 года это новый космос, фактически весь мир начал опять изучать олигосахариды, то есть он вернулся к ним, потому что вот этот таинственный бифидосфактор, который мы все слышали, но не знали, из чего он состоит, он был первый, подступился к его исследованию в 1886 году австрийский педиатр Теодор Ширин. В настоящее время структура олигосахаридов изучена, да, доказано, что они снижают риск инфекции, прежде всего риск норовирусной инфекции доказано, мощное пребиотическое, но не только. И доказано сейчас, что олигосахариды всасываются в кровь и в принципе оказывают воздействие даже на когнитивную сферу, поэтому не только влияние на кишку, поэтому мощное влияние модуляции на иммунную систему, на созревание кишки, на антимикробную активность. Ну вот компания Настли явилась первой, которая зарегистрировала на российском рынке, смесь двумя олигосахаридами. Это два фоказиллактуса, которые самый мощный компонент, и вот этот менее значимый, но тем не менее как бы эта смесь, которая в результате клинических исследований доказала, что сдвиг метаболического профиля микробиоты подобно грудному скармливанию. Поэтому олигосахариды грудного молока влияют на развитие микробиоты с преобладанием бифидобактерий, поэтому такой двойной эффект за счет этой добавочки второй. Ну вот вы видите здесь показаны как раз результаты исследования с бифидобактерией инфантис, мы должны уделять внимание бифидобактерии инфантис именно с рождения, потому что это та бактерия, которая как раз в комплексе с олигосахаридами, она наиболее значима для младенцев новорожден. Поэтому очень активно изучается, как же влияет, различается микробиота при естественных вагинальных родах и при кесахариде. сечения вы видите различается абсолютно прямо противопоказанно, противоположно. Ну и на сегодняшний день все компании пытаются что-то сделать в плане снижения риска аллергии у детей, родившихся путем кесаревого сечения, потому что уже есть анализ ребенок, родившийся путем кесаревого сечения. Четвертый уровень доказательности риск даже парнохиальной осмы. Поэтому дорогие коллеги, к сожалению пациенты, когда вы пытаетесь выяснить у них наследственность, они в плане наследственности врут вам всегда. Они говорят нет у нас ни у кого аллергиков. Ну приперешь к стенке через 20 минут, да у бабки астма, но они вас убеждают, что у нас гены чистые и у нас генов ничего нет, что у нас астма приобретенная. Но сам факт кесаревого сечения они не скрывают. И вот здесь установить, что было кесарево, вы автоматом должны считать ребенка потенциального аллергика. Вот это абсолютно четко страдает. Поэтому на сегодняшний день та смесь, которую создала компания Настли, это нам Супрема, у которой смесь не здоровых, но впервые с частично гидролизованным белком, с двумя вот этими олигосахаридами, мы ее можем смело позиционировать, и не только мы, есть исследование о том, что эта смесь снижает риск развития аллергии у тех детей, которые делились путем кесаревого течения, и мама не имеет молока с рождения ребенка. Поэтому в данном случае два олигосахариды, частично гидролизованный белок, и есть уже доказательства, да, видите, даже метаанализ о том, что снижают риск развития и развития инфекций, бронхитов, верхних, нижних и кишечных инфекций у этих детей. Когда мы говорим о грудном молоке, то в грудном молоке присутствуют одновременно как олигосахариды, так и присутствуют в грудном молоке бактерии. И если мы посмотрим на бифидобактерии инфантис, то это штамп, который очень важен для именно младенцев с рождения. Я знаю, что наши уважаемые неонатологи, сидящие в зале, они любят примадофилис, потому что он появился 25 лет назад, он имеет высокую технологию защиты матрицы с помощью биосаппорта, который снижает возможность повредить его по ходу желудочно-кишечного тракта. Считается, что смесь абсолютно не способна переносить плазмиды, поэтому не может усилить антибиотикорезистентность. Но вот возвращаясь к олигосахаридам, как раз есть данные о том, что как раз утилизирует олигосахариды как раз вот эти бифидобактерии инфансис. Поэтому в принципе при отсутствии грудного молока можно давать примадофилис, видите, которые как раз очень хорошо растут на олигосахаридах, но и в принципе как бы снижает риск развития различных кишечных инфекций. Теперь, уважаемые коллеги, есть исследования внимательно это посмотрите. Поэтому я хотела бы обратить внимание на длинно-цепочные более насыщенные жирные кислоты и на сам факт присутствия то есть на жир прежде всего на то, что 60% сухой массы головного мозга это жир и 40% длинно-цепочные ПНЖК. В последние годы все смеси содержат арахидоновые и докозагексоэновые кислоты, которые оказывают влияние на интеллектуальное развитие. Ну вот коллеги, раньше было очень сложно ответить на вопрос, вот почему в грудном молоке так много холестерина, а когда мы даем смесь, да, еще до недавнего времени, все эти смеси, в которых был убран молочный жир и были только растительные масла. То есть когда человек ел такую смесь, он должен был синтезировать свой холестерин для развития своего головного мозга. Поэтому на сегодняшний день все это ушло, возвращается молочный жир в детские смеси, компания Настле тоже вернула молочный жир, но о справедливости ради первой смеси, в которой появились молочный жир и комплексные липиды жировой глобал молока, это была компания Сэмпер, которая провела, то есть она ввела на рынок смесь Сэмпер Бэби. Кстати, дорогие коллеги, все эти годы, когда был ганим молочный жир, шведы оставляли чуть-чуть молочного жира в своей смеси. Но на сегодняшний день смесь Сэмпер Бэби это смесь, которая содержит молочный жир и первая на рынке ввела вот эти мембраны жировых глобал молока и показала о том, что проведя клинические исследования доказала, что это необходимо, что при этом дети не будут толще, что у них не будут различий в составе тела и в принципе показала о том, что когнитивное развитие против влияния на снижение риска инфекции. Но вы видите, что в дружественном учреждении научных центров здоровья детей проводились как раз клинические исследования по этой смеси Сэмпер Бэби. Ну, уважаемые коллеги, наши друзья из компании БелАП, белорусской компании, которые выдают на молочной кухне смеси от компании БелАП, мы несколько раз были на производстве, это абсолютно производство экологически чистой зоне, то есть там, где коровы практически, ну, такие же, как я в Швеции видела, эти коровники, беспривязное содержание, с автоматической мойкой, то есть, ну, тоже последний космос. Поэтому хорошие продукты, которые выдаются на нашей молочной кухне, вы видите, они следуют, хотя это экономичная смесь, дешевая, да, которые, ну, у нас население разное, которые могут космические смесь есть и не очень, поэтому, видите, они следуют новым рекомендациям, белок низкий и обогащен, то есть, есть гусы и фосы, без пальмового масла, как это модно, с хорошим соотношением докусодексогеновой кислоты, лютеин для зрительного анализатора и нуклеотиды, то есть, все необходимое есть. Ну, и, в общем-то, жесточайший контроль качества, который многие были на предприятии, поэтому, что касается производства, то считается меньше повреждения, потому что на основе свежего нормализованного молока, ну, и, уважаемые коллеги, завершая эту часть, я еще раз хочу показать, что, конечно, мы должны ребенка кормить грудью, о том, что начинать правильно воздействовать, и здесь мы неразрывно сакушируем гинекологом, мы все время участвуем в экспертных советах с ними, буквально предлагаем, у нас есть книжка, которая написана совместно с сотрудниками научного центра питания беременных кормящих женщин и с гинекологами, то есть мы хотим от них получать хорошую продукцию, поэтому сегодня, я думаю, я вас убедила, о том, что период нудрютропного развития и ранний постнатальный период очень важен для дальнейшего здоровья человека, ну, и, конечно, всеми силами надо кормить ребенка грудью, но если нету молока, то ребенок на сегодняшний день не умрет и кормить натуральным козьим молоком либо разведением коровьего молока, нет, не ты слышишь глупость, когда позиции бабушки в семье не очень грамотной, сильны, она заставляет, извините, кормить всякое древнее, поэтому на сегодняшний день грудной вскармлив, пропили ему гимн, но если ребеночек не имеет возможности, то есть специальные смеси, которые могут помочь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.